Россия, священная наша держава! Россия, любимая наша страна! Сегодня здесь мы собрались все вместе для того, чтобы провести торжественную церемонию. Отметить тех ребят, которые уже совершили поступок в своей жизни, и в честь которых сегодня звучал Путин Российской Федерации. Да, возможно, это еще не подвиг, но это точно первый шаг на пути к чести, славе, на пути к жизни, за которую не стыдно будет смотреть в глаза люди. Улыбаясь и немного смущаясь перед публикой и вспышками камер, 13-летний Антон Косыров принимает из рук губернатора свою первую награду – медаль за спасение жизни. Юный герой себя таковым не считает и уверен в подобной ситуации, что случилось с ним летом, так же поступил бы любой. Было на Черном море Лазаревское, я спас ребенка, которого носила в море. Я услышу, как его мама кричала, говорила, иди сюда, а он его носила волнами в море, я это услышала, прыгнула за ним и начала к нему плыть. Я ему сказала, давай руку, он схватился и отнес его маме. Похожий случай произошел и с этими тремя юношами из поселка Майске Пестравского района. Весной полгода назад они вытащили из воды женщину, мать семерых детей, случайно упавшую в реку и тонувшую под весом своей же намокшей куртки. Ну ни о чем не думали, просто достать и все. Она еще говорила, типа, ну отпускайте, все, я не могу, я там, мы, ну, как бы, давайте, давайте, там кричали, вот доставали и доставали. В этом году 19 российских школьников были награждены медалями за спасение жизни и причислены к героям. В Самарской области их сразу четыре. На уроке мужества в 132-й школе героев наградили глава региона Дмитрий Азаров и член Совета Федерации России Сергей Мамедов. Сказать, что я стою на этой сцене, выполняю личное поручение председателя Совета Федерации Германного Двенка, которая просила каждому из вас прежде всего сказать огромное спасибо. Каждому из сегодняшних героев, из молодых ребят, которые точно являются гражданами своей страны, активными гражданами своей страны и очень достойными гражданами своей страны. Награждение школьников прошло в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети героев». В нем участвовали юноармейцы, представители Росгвардии, общественники.